ура у нас солнце появилось 3 июня 10 часов 10 минут здесь в измаиле на юге украины после холодных дождей и холодной погоды вчера 11 почти что 11 постоянно держались сутки и все время шел дождь и ночью было холодно и ветер и шел дождь и вот наступил этот момент мы так радуемся солнцу по моему еще не было такой радости что пойдем открывать наших заключенных растений в разных теплицах и укрытия и на температура уже плюс 16 только чуть-чуть солнце появилось и плюс 16 как вы поживаете картошка для нее температура конечно такая более-менее комфортная комфортно но без солнца и она чуть-чуть бледненькая одна из наших зрительниц говорила вы как на зиму готовите свои растения просто вот интересно что там и как там они выстояли наши кабачки в бочках разбираем разбираем эту конструкцию как наши малыши мы их называем малышами теплее становится что такое солнце солнце это жизнь а тут тепленько внутри так берем все щепочки как они там волнительный такой момент как они там как снимаем прищипку надо убрать снимай хорошие сколько же вам пришлось выстоять но вот эти укрытия любое теплое надо укрытие делать и пленка они не промокли ну ка ну ка ну ка ну ка снимай ящичек живые но чуть-чуть бледноватые но они живые отлично 2 наш малыш тут ну ка ну ка ну ка давай сюда мне акроволок но вот тубарет видите высота какая хорошая теплая лучше солнце забирать вот они выжили прекрасно здесь справились они всего сейчас бочка будет прогреваться у нас уже циклон смещается в сторону черного моря и у нас вот такая ситуация здесь кабачками так что мы очень хорошо сделали мы уже имеем этот опыт с кабачками в бочках так что это не первый раз ну что вот теперь пойдем в теплячку которая рядышком здесь находится но сверху пленка сейчас агроволокно будем снимать старая пленочка а вот сейчас вот прищепочки нам тут и снова пригодятся о здесь кошки живут значит тут тепло коты не хотят уходить все таки здесь тепло ой какие грязные мокрые потому что действительно столько да и здесь кабачок открывай левонько вот да зелененький тепленько было но ведь и растение само видела что вот такая ситуация сбрасывает цветочки просто-напросто сбросила и все зато выжила вот и перчики здесь нормальные зелененькие пленка это агроволокно под стеночку потому что еще в июне возможно будет у нас такой вот не думаю не такой сильно прямо но вот растение нормально себя чувствует это у нас теплица вот мы ее внутри тоже закрыли потому что вот видите что получилось а и такой пар здесь мы уже видели что такая температура будет и естественно взяли внутри вот эту зимнюю вторую теплицу и и просто-напросто снова же закрыли все растения но сейчас волнительный момент будем снимать пленку и посмотрим как вот они как вы смотрите они живые бледненькие на живые ну что сейчас открываем потому что нам надо тепло солнышко светит выбирать вот эту лишнюю влагу открываем дверь и открываемся ну что ночью еще плюс 13 с днем 20 обещает поэтому нам надо верхушку убрать боковые мы еще оставим потому что есть все таки это плюс 13 для огурцов это очень низкая температура поэтому вот эту верхнюю часть мы сейчас полностью просто сдвинем чем вот хорошая эта конструкция по ней можно просто передвигать в пленочку вот так вот а боковые можно боковые что-то будет даже придумать но лучше сейчас конечно посмотрим по ситуации но ночью надо снова будет все это закрыть снова вот собрать пленку очень удобно быстро это делается перейдем к этой тепличке здесь мы тоже агроволокном вот у нас мощные вот здесь тоже интересная ситуация нормально я думаю что все очень хорошо они даже подросли внутри выше даже перчики стали вот единственное что нужно обработать сейчас будет этим скарада м потому что укрытие тля конечно себе при в таких условиях она продолжает трудиться поэтому готовлюсь на вечер обработку скарада м двух видов ну а сейчас снимаем агроволокно и будем приветствовать уже при солнышке тепло здесь 25 градусов очень некоторые растения поломались некоторые лежали просто это агроволокно хоть и тоненькое но получилось что влага за эти три дня набиралась но сейчас они адаптируются солнышко вышло выровняем всех их кого подвяжем что сделаем но вот такая у нас ситуация в этой теплице это радует дверь тоже открываем для того чтобы влажность вот эта высокая потихонечку выходила вот и видите как они перенесли даже продолжали расти я удивляюсь этим прекрасным растением их силе воли вот продолжают расти жизнь продолжается несмотря ни на что просто новые испытания дают нам подсказку подсказка очень важная дальше будет холоднее и вот такие контрасты будут продолжаться это только начало готовим различные укрытия то что у нас все влажные тяжелые то что вечером нужно снова будет укрывать плюс 13 это еще холодно поэтому все развешено сушится для того чтобы было снова легенькое воздушное ну а мы довольны и конечно тем что произошло раиса горяченко и александр волик выставили вместе с растениями вот эту почти неделю очень сложных погодных условий благодаря тому что мы используем различные укрытия обычные домашние различные вещи которые уже вышли из строя но мы их не выбрасываем мы их приспосабливаем к тому чтобы использовать и вот таким образом мы трудимся для того чтобы получить урожай на своих грядочках и обеспечить себя свою семью своих детей витаминами плодами ну а про ягоды мы поговорим отдельно что же прощаемся с вами до нового видео до новой встречи всего самого доброго